Дорогая, ты где? Я уже устал тебя искать. Ты где? А, вот ты где. А что это ты делаешь? Мастурбируем. Всем привет! Я долго, скажу честно, не решался записывать это видео, но думаю, что время пришло, потому что тема является актуальной, популярной ныне. И давайте поговорим про мастурбацию. Какие сложности, проблемы возникают у людей, которые к ней прибегают, а это подавляющее большинство людей. Те, кто говорят, что это не так, порой просто стесняются. Но я думаю, что процентов 95 людей в той или иной степени все-таки прибегают к этому. Давайте будем честны. И мы в этом видео я бы хотел поговорить о том, какие проблемы возникают с точки зрения психологии, физиологии, сексологии и так далее. И этих проблем, основных-то их на самом деле три. Я их озвучу и скажу, как их преодолеть, как избежать этих проблем. Ну и первая проблема – это зависимость. Дофаминовая зависимость, зависимость от мастурбации и так далее. То есть человек иногда настолько сильно погружается в этот мир. Известны случаи, когда мужчины порой каждый день, порой даже не однажды, а бывает по два раза, заходят на известный всем ресурс, долго определяются с каким-то видео, ну и начинают этот процесс. Это в какой-то момент перерастает уже в зависимость. У женщин там немножко по-другому. Они начинают порой в современной, да, женщины больше фокусироваться на вот таких вот сексуальных игрушках, покупают себе не один даже вибратор, есть разного размера фалоимитаторы и так далее и тому подобное. То есть вот это становится какой-то даже страстью, навязчивой идеей. И в конце концов вот эта зависимость, ну она же и дофаминовая. То есть есть легкий дофамин и сложный дофамин. И это как, знаете, быстрые и медленные углеводы. Примерно то же самое, да. То есть сложный дофамин мы получаем, когда мы какие-то цели перед тобой ставим, да, какие-то сложные задачи и их, соответственно, реализуем. А легкий дофамин, ну это то, что можно вот полистать там ленту соцсетей, какие-нибудь смешные видосики посмотреть, мемчики. Ну и, собственно, помастурбировать тоже это вполне такой легкий способ получения дофамина. Не очень полезно, мягко говоря. И люди с дофаминовой зависимостью вообще, да, дофаминщики, они, их основная проблема в том, что у них чаще всего преобладает все-таки такое, знаете, подавленное настроение. Они постоянно находятся в какой-то такой полудепрессивном или даже депрессивном состоянии. Чаще всего просыпается с плохим настроением с утра. Если вы видите человека или у вас есть такая проблема, что вы просыпаетесь утром и у вас плохое настроение, ну, я с больше, с 90 процентов вероятности вам хочу сказать, что у вас есть проблемы с дофамином. Скорее всего, очень много пройдет времени в соцсетях. И в этом мире, кроме как легкий дофамин, другие нейромедиаторы, ну, скажем так, вы ими не пользуетесь, у вас есть зависимость. Ее, соответственно, от нее нужно избавляться. И что делать, да, то есть, прежде всего, я бы рекомендовал все-таки не подсаживаться на это, либо постепенно сокращать, да, какой-то большой реальной необходимости в этом. Даже если у вас сейчас нет сексуального партнера, ее ведь нет на самом деле. То есть, все эти мифы о том, что нужно это делать крайне регулярно, еще что-то, они, ну, выгодны, да, определенным людям, которые делают на этом бизнес. Ну, либо просто хайп. На самом деле, ну, раз в неделю, ну, за глаза. Давайте будем откровенными, да. Женщинам, ну, по большому счету, вообще, как бы, давайте будем честными, физиологически это не очень-то и нужно, да, это вот именно вот с точки зрения получения дофамина, разгрузки какой-то. Но это можно и другими способами сделать. Вы прекрасно об этом знаете, что другие способы, вот это вот с эмоциональной разгрузки и так далее не существует. Если мы говорим про мужчин, то, ну, тоже, наверное, для большинства, я тут процент сейчас не скажу, да, это тоже в этом большой необходимости нет. Но есть люди, мужчины, да, у которых, например, хронический простатит, либо склонность к нему. Там длительные воздержания, они и правда очень сильно вредят их здоровью. Но это не значит, что нужно каждый день, да еще не по разу. Это уже не про профилактику простатита, извиняюсь. Это уже совсем про другое. Поэтому давайте реально смотреть на вещи. Если у тебя есть склонность к простатиту, ну, максимум два раза в неделю, вот за глаза вообще хватит, чтобы эту проблему решить. Поэтому первую проблему мы решаем сокращением количества раз, когда мы этим занимаемся. Второй негативный момент, о котором говорят особенно мужчины, особенно мужчины, это то, что перестают привлекать реальные женщины. Не накаченные всяким там гилауроном, ботоксом и всем прочим, да, то есть без силикона. То, что мы очень часто видим, особенно в профессиональных порно сценах. Вот реальные женщины, у которых есть естественная красота, они их не привлекают. Они им кажутся чем-то невыразительным. Ну, а как ты хочешь, да, то есть неважно мужчина, женщина. Если ты постоянно смотришь на людей, которые, работа которых содержать себя вот в таком вот красивом состоянии, это часть их работы. Ходить в спортзал, там, косметологам, пластическим хирургам и так далее. Это образ жизни, да. Они зарабатывают на этом большие деньги. И, естественно, если человек работает в какой-то другой сфере, ему это не нужно просто этим заниматься. Зачем их сравнивать, да? Они как обложка. Плюс не забываем, что видео все-таки, да, очень важно. Составляющие имеют цвет, это оптика, камеры и так далее. Она делает внешний вид человека гораздо более привлекательным порой, чем он выглядит в реальной жизни. Вы наверняка видели таких людей, даже они есть вокруг вас. На фотографиях вроде бы, ну, прям звезда в реальной жизни. Ну, давайте грубо скажем, ну, замухрышка какая-то. То есть есть люди, да, вот, которые вот так вот контрастируют очень сильно. И в этой сфере тоже таких людей более чем достаточно. Поэтому не нужно, но наш мозг, тем не менее, да, наш мозг, тем не менее, он воспринимает, что у реальных людей, что на экране, что в фотографии, что еще что-то, как что-то существующее. И у тебя просто в мозгу постоянно, да, там, мелькают очень красивые картинки. И потом, когда ты встречаешь человека внешне, пускай и привлекательно, но с естественной красотой, твой мозг, он как бы так реагирует, ну, что-то такое среднее, посредственное вообще, неинтересно. И ты ищешь вот этих вот распутных, эскортных девчонок в итоге, отношения с которыми, конечно же, построить нормальный, гармоничный невозможно. Это очевидно просто, да, я думаю, что все понимают, что женщины с эскортной внешностью для семьи не подходят. Например, если мы говорим про женщин. И для того, чтобы в данном случае не обманывать свой мозг, да, то есть, чтобы вот эти вот красивые картинки не портили впечатление о людях с естественной красотой, смотрите какие-то близкие ракурсы, да, то есть, вид от первого лица, где, ну, собственно, происходит сам акт, но при этом вы не видите, может быть, да, там, красивые тела главных персонажей, да, может быть, женщины, например, очень любят смотреть за, ну, мужчины за процессом, да, конкретно, что там происходит, а женщины за эмоциями, да, ну, когда мы смотрим за эмоциями, как правило, это какие-то крупные планы, но все-таки попробуйте переориентироваться, да, то есть, если мы, во-первых, сокращаем частоту, у вас будет повышаться чувствительность, да, может быть, вам и вот этих вот, ну, знаю, крупных планов самого акта будет достаточно, вам не нужно будет смотреть на эти красивые тела и лица, и таким образом вы сможете людей в реальной жизни воспринимать более адекватно, а не сравнивать их постоянно с какими-то виртуальными там персонажами, такие тоже, кстати, есть на сервисах подобных, ну, или со звездами, которые зарабатывают огромные деньги на своей внешности. Следующая, третья проблема, которая возникает, как правило, у таких людей, это потеря чувствительности. Мужчины после длительных, ну, скажем так, отсутствия партнерши, у него реальные, которые очень много, а бывает и в отношениях, кто тоже очень много мастурбирует, у него очень сильно снижается чувствительность. Потом при появлении реальной партнерши, там, не знаю, половый акт может длиться полчаса, и он даже, бывает, не увенчается успехом, да, то же самое и у женщин, могу вам сказать, да, то есть, когда они очень долго злоупотребляют всякими фалоимитаторами разных размеров, тем более, да, которые редко бывают соответствуют реальным размерам у мужчин, соответствуют, конечно, но гораздо реже встречаются в реальной жизни, да, у них очень часто уже реальный секс тоже не вызывает каких-то подобных вот эмоций, там, и мужчине нужно порой, там, 20, а то и 30 минут, да, вот эти вот фрикции совершать, чтобы женщина могла испытать хоть какое-то удовольствие. Естественно, у мужчины это вызывает какой-то комплекс неполноценности, то есть, что со мной не так, вроде как бы, ну, не знаю, раньше, там, с женщинами занимался сексом, все было нормально, а с этой вообще ничего не получается, что со мной не так, да, а может быть, для него эта женщина, она очень, ну, важна, ему бы хотелось, чтобы она получалась удовольствия, он не эгоист какой-то, да, в конце концов, и это реально вызывает проблемы, ну, и наоборот тоже, да, женщина не может понять, почему мужчина, у мужчины не происходит эвакуиляция, да, при сексуальном контакте с ней, что что-то со мной может не так, может, я какая-то некрасивая и так далее. И все это является результатом сниженной чувствительности, да, то есть, когда вы, ну, не знаю, какой-то орган постоянно там теребите, да, условно говоря, его чувствительность естественным образом падает, да, там, мозоли там, не знаю, на руках, если мы работаем руками, да, где-то на заводе или еще что-то, у нас руки в мозолях, их чувствительность тоже снижается, вы же это прекрасно знаете, да, то же самое и здесь, поэтому, да, то есть, рекомендации мужчинам, если вы этим занимаетесь, покупайте какие-то масла, да, то есть, не надо голыми руками это делать, в конце концов, есть, насколько мне известно, в магазинах придут какие-то вакуумные эти приборы, да, которые позволяют это делать, ну, если у вас бюджет позволяет. Женщинам то же самое, хотелось бы порекомендовать, заканчивайте вы с этими огромными, там, я не знаю, фалоимитаторами, в конце концов, вибраторы, особенно грубые, они очень сильно снижают чувствительность, многие женщины жалуются по том, что, ну, блин, сложно, и мужчинам это очень дискомфортно, ну, я, у меня был такой опыт, я заходил в магазин, общался с продавщицей, да, на эту тему, она мне сказала, что сейчас для женщин очень популярность большую набирают вакуумные тоже эти вибраторы, да, которые, ну, за счет сжатия воздуха это происходит, она говорит, так, в этом случае чувствительность у женщин, она сильно не проседает, то есть она остается на должном уровне. Ну, и напоследок этого видео хотелось бы сказать, что я все-таки разделяю мнение, да, то есть специалистов и вообще людей, которые говорят, что уж лучше заниматься мастурбацией, да, чем частая смена партнеров. Тут я полностью поддерживаю, на сегодняшний день, да, это всегда на самом деле так было, огромное количество заболеваний, которые даже при барьерной контрацепции передаются, да, там, различные вирусы, например, и так далее. Поэтому будьте аккуратны, да, то есть берегите свое здоровье для того, с кем вам потом захочется построить долгосрочное отношение с семьей, родить детей. Ну, и будьте здоровы, напишите свое мнение о данной теме в комментариях. Может быть, вы окажетесь настолько смелым, что расскажете нам какие-то свои истории, свои наблюдения. Мне было бы очень интересно об этом почитать. И до новых встреч, не забывайте подписываться на канал. Дорогая, ты где? Я уже устал тебя искать. Ты где? А, вот ты где. А что это ты делаешь? А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok